Я просто реально за***ался. Я была очень расстроена. Привет, меня зовут Егор, и сегодня мы потратим на мою младшую сестру миллион настоящих рублей. Это не кликбейт, я хочу, чтобы вы реально досмотрели этот ролик до конца, потому что здесь я расскажу вам всю правду. Всю е***чью правду. Сразу вам говорю, что здесь я буду бомбить, здесь я буду материться, и сразу извините за это, если меня смотрят дети, я просто по-другому не смогу вам это высказать, так что... досмотрите до конца. Ну, в общем, клево посмотрели клип, давайте посмотрим в мой холодильник. Вот, в общем, мой холодильник, это такой обзор моего холодильника. Вот такой вот он вот. А вот мой Сбербанк сейчас можете тоже посмотреть. Ну, это, собственно, та квартира, которую я снимаю, из-за которой я за должность уже почти полмесяца. Поэтому, ребят, по-другому вообще никак. Есть одно очень крутое приложение, которое называется Word. Это социальная сеть, в которую ты пишешь, что делаешь, и добавляешь фоточку. Вот сейчас я, например, снимаю видос для вас. Сейчас снимаю видос. Вот он. Готово. Ну, сейчас я еще раз закверну и попью чаечку. И вот он мой второй Верб. Можете его найти, кстати. И последний мой Верб, это оператор устал. Ты очень клево получился. За Вербы капают баллы, а баллы собираются в рейдинг. И после этого ты узнаешь, чем больше всего ты занимался. Понимаешь, именно таким способом ты сможешь найти себе друга по интересам и с ним общаться. А что, если эта дружба потом перерастет в реальность? Ссылочка на приложение оставлю в описании. В общем, год назад мы запустили проект «Эксперт». И я думаю, все его видели, абсолютно все, хоть мельком-то видели. Вот, например, вот это. Даже я в 8 лет делаю круче. Постой. Или вот это. Но, может быть, вы вот это вот видели хотя бы. Сублева жестко унизила девочка, как так вышло. Так вот, на все это я потратил больше одного миллиона рублей. Знаете, я по полной п***ался. Я до сих пор должен кому-то деньги. И у меня до сих пор, вот осадок до сих пор у меня остался с этого всего. Когда Егорка создал мне канал, это была наша с ним идея. Я никогда не спрашивала, сколько это все стоит. Я думала, что это снимается все просто так. Когда Егорка сказал мне правду, я поняла, что этого очень много. Сейчас я честно не знаю, что я могу сделать. Мы не можем снимать клипы дальше, потому что денег нет. Я думала, это все делается бесплатно. И он мне ничего не говорил. Почему на Алисином канале не выходят клипы? Я вам сейчас скажу, у меня просто нет на это б***ких денег. У меня нет денег на то, чтобы снимать. Вы просто так много вопросов пишете с какими-то предъявами. Типа мы скатились, все херово. Там Декстер с Алисой скатились, клипов нет. У меня нет денег на это, понимаете? У меня просто нет денег. Что я сделаю? Ладно, все, я спокойный, я немного погорячился. Давайте продолжим. Итак, мы создали канал Алиси, и это был суперудачный проект. Чтобы вы понимали, вот первый клип на ее канале собрал 7 миллионов просмотров. Об этом клипе рассказал Николай Соболев в своем видео. Ну вы же видели вот это, вы же 100% видели это. Но, знаете, это еще цветочки. На прошлой неделе меня задисила девочка. И, естественно, я не мог пройти мимо этого события стороной, потому что, во-первых, мне очень понравилось, и так жестко меня еще не диссили. Вот когда мы все это придумывали, я не думал, что этот проект может так взорвать. Он реально взорвал просто моментально. На Алису начали подписываться. Алису вообще все начали знать. На клип сделали больше 100 реакций. О клипах говорили в СМИ. О нем говорили блогеры. Даже в приложениях такие, как лайк, что-то не мелькало. И это было абсолютно везде. После этого клипа сам Соболев согласился принять в нем участие. Я просто предложил, типа... Это было так шуточно, знаете. Я просто ему предложил... Слушай, Коля, давай, ну, типа, снимешься. Он согласился и предложил снять не только нам клип, но еще и на его канал он предложил снять этот клип. Понимаете? Я на тот момент был просто в шоке. Ладно, все любят цифры. Давайте с вами разберем, сколько стоил первый клип. Съемка, монтаж оборудования 100 тысяч рублей. Аренда лимузина 12 тысяч рублей. Аренда студии Moscow City 30 тысяч рублей. Запись, песня, сведения, всякая вот эта вот тема 30 тысяч рублей. Коптер 15 тысяч рублей, дрифт-машина 25 тысяч рублей, одежда 20 тысяч рублей. И на свою мелочевку ушла еще какая-то определенная сумма. И в итоге она составила 300 тысяч. 300 тысяч рублей. Все это выглядит очень просто. Ну, типа, посмотрел клип и забыл, да, типа, вау, какой клевый клип. Но по факту это дикий труд. Это дичайший труд, в который, во-первых, вкладываются деньги, куча сил, куча энергии. Куча энергии также со стороны Алисы, потому что она большая молодец. Она огромная умничка, что она все это перенесла, что она даже не пискала на съемках, что она устала, чтобы вы понимали. Многие писали в комментариях, типа, вау, девочка читает рэп, да я в свои 8 лет, там, не знаю, бил крапиву палкой и жрал песок. Знаете, у меня похожее было. То есть, я ей очень завидую, что сейчас вот есть такая возможность, что она вот этим вот занимается творчеством. Это, она очень крутая. Вот, серьезно, она очень крутая. Расскажу историю про клип с Колей Соболем. Да, мы снимали с ней совместку, но клип-то еще не вышел. А вышло только вот это, где он поет маленький кусочек. Хотя мы должны были два клипа сделать, на мой канал и на его. Только он был очень занят, я его очень ждала, но он так и не приехал. Я была очень расстроена, хотя и сейчас очень расстроена. Я реально очень уставала. Я не ходила в школу, пропускала все свои занятия, а он так и не приехал. Вы знаете, последние 300 тысяч рублей я спустил. Рекламы в клипах не было, спонсоров не было. Я писал очень многим, спонсоров мы просто не могли найти. И я был, знаете, все равно после этого рад. То есть, я был рад, я видел в Алисиных глазах какой-то восторг. Вот она реально... Маленький ребенок читает рэп с черным рэпером. И то есть, она реально была в восторге. Мне это очень нравилось. Я получал тоже огромный опыт для себя. Если честно, вот когда я смотрел на нее, у меня даже зависть была, я ей завидовал. Вот почему в мои 8 лет такого не было. А, точно, я вам забыл сказать. Во втором клипе была реклама. И причем эта реклама была вот такой вот. Это, по-моему, вообще даже не реклама. Это тупая эмблема. Нам за нее заплатили 200 тысяч рублей. Сразу скажу, куда ушли эти деньги. 100 тысяч я отложил себе. И потом в итоге их на следующий клип потратил. И 100 тысяч я отдал Алисе, потому что... Я считал это круто. Она делала просто огромную работу. Просто титанический труд. И я ей просто отдал 100 тысяч рублей. И если я даже не ошибаюсь, у нее до сих пор где-то лежат. То есть, она их даже не тратила. Короче, я ее очень обрадовал. И я считаю, что это было реально заслуженно. Чтобы вы понимали, сколько стоил второй клип, давайте мы с вами опять углубимся в цифры. Это уже так круто. Писать вот здесь вот цифры. Это всем очень интересно. Чтобы вы понимали, во втором клипе один медведь на три часа, если не ошибаюсь, стоил 50 тысяч рублей. Вы понимаете? 50 тысяч рублей! Медведь! То есть, медведя привезли в клетке. Он там что-то постоял, постоял. Мы это засняли. 50 тысяч! Да куда вы эти деньги там деваете? Вот мне интересно. Это... К чему я вообще веду? Что второй клип тоже обошелся немаленькую сумму. Вот, не знаю, по причине даже того же самого медведя. Мы реально хотели вас удивить. Медведя заказали в клип. И, знаете, реально тогда кайфовал. Я думал, что мы вносим реально что-то новое, что-то уникальное, что-то необычное. И я был тогда очень рад. Пусть я потратил на это кучу денег, я был очень рад. Я думала, что Мишка приехал к нам просто так. Но когда я узнала, что он это делал не бесплатно, я очень расстроилась. Но он оказался очень дорогим. Когда он приехал, он сидел в клетке, на морднике. Это реально очень обидно. Короче, ладно. Коля Соболев согласился сняться в Алисином клипе. Сам предложил снять еще один клип на Алисин канал. И сейчас я расскажу вам, как это происходило. Почему полноценная версия клипа так и не вышла. Там были офигенные клипы. Офигенный материал. Но почему до сих пор не вышло? Рассказываю историю. С самого начала Коля нам отвечал два месяца. То есть мы поставили срок. И он два месяца морозил нас. То есть мы вообще не понимали, что происходит. Где твой друг? Почему он опаздывает? Вот, спустя два месяца он приезжает. Мы не доснимаем клип. Мы снимаем только 50% за три дня. И Коля тогда нам сказал. Слушайте, ребят, не расстраивайтесь. Чтобы вы понимали, Алиса тогда снималась каждый день. Каждый гребаный день. Она вкалывала. Просто мы с 6 утра до 12 ночи снимали клип. Он не отвечал нам с Егоркой три месяца. Мы ждали, ждали, ждали. Он так и не ответил. В итоге мы целиком пересняли весь клип. И вставили только маленький кусочек. Это реально очень обидно. Коля, я тебя ждала. То есть Алиса просто как робот была. И все в моей голове, когда мы понимаем, что мы ничего не успеваем. Все полетело к чертям. И Коля нам сказал, как-то нас утешил. Типа, слушайте, ребят, ладно, я за качественный материал. За качественный вообще продукт. Так что я приеду, им обязательно сами дай с ними. Прошло 4 месяца. Коля не приехал. Я писал постоянно. И знаете, мне даже не за себя было обидно. За какие-то там потраченные деньги. Мне было обидно за Алису, что мы Алису везли из Ногинска. И она реально вкладывала в это свои силы. Если вам интересно, даже в этом съемках Коля, он как-то больше там нервничал. Уставал, чем Алиса. Алиса постоянно была бодрячком. Она там прыгала, танцевала. А Коля постоянно такой, ну, ребят, блин, ребят, мне холодно. Ну, ребят, мне холодно, давайте зайдем. И вот такая у нас съемка была. Алиса вообще была максимально стойкой. Ну, и в итоге он слился, игнорировал нас 4 месяца. Там уже, ну, понятное дело, другие проекты, другие дела. Вообще изменения на канале, на ютубе. Вот на этот вот клип, реально, я вот потратил своих 400 тысяч рублей. Потому что нас тогда обманули, кинули. Я был просто, на самом деле, дураком. Я отдал 200 тысяч последних, которые у меня были. И на 200 тысяч перед всей съемочной командой я остался в долгу. Мне было очень стрёмно, если честно. Мне было 17 лет. У меня долг в 200 тысяч рублей. Спросите вообще, откуда у меня были такие деньги, как я там отдавал по 300, по 400. Я вам отвечу, да. Я в свои 17 лет работал. У меня был канал на ютубе. У меня были сторонние проекты заказа. Мы делали ролики на заказ, снимали клипы также другим. И я зарабатывал деньги. Но вот таких вот космических денег у меня все равно не было. Я не знала, что делать. Егор целую неделю не выходил из комнаты. Мне реально было очень страшно. Я даже иногда плакала. Я правда был в депрессии. Я не знал, что мне делать. Люди писали, где обещанный клип, где клип с Соболевым, ты же обещал. А я просто лежал в тот момент, когда все это писали. Я понимал, что я был должен 200 тысяч. А это просто на меня давило. Вот ваши сообщения на меня просто давили на самом деле в тот момент. Спасибо огромное моим друзьям, что они смогли вытащить меня вот из этой вот депрессии. Потому что типа, Егор, да ладно, все хорошо. Все ладно, потом нам все отдашь. И съемочная группа также сказала. В какой-то момент меня взбодрило. И я понял, что, Егор, все, надо отдавать деньги. Надо продолжать все это делать. Надо продолжать работать. То есть с проекта Эксперт мы, по сути, вообще ничего не зарабатывали. Мы ничего не зарабатывали, мы только тратили. А потом вы пишите, типа у меня в комментариях, Декстер, хватит рекламировать там всякую херню. Я рекламировал херню, чтобы делать потом для вас годный контент. Пусть не на моем канале, я просто не знал, что делать на моем канале. Я делал это на канале Алисы. Теперь вы понимаете, почему Егор тратил на сестру пять тысяч, а не миллион или сто тысяч, как делают все. Мне абсолютно не важно, сколько он на меня тратил. Главное, что мы остаемся братом и сестрой. Егор все равно мой самый лучший друг. Да, кстати, про пять тысяч рублей у меня на самом деле тогда вообще не было денег. И я подумал, ну типа сейчас клевая тема есть, клевая трендовая тема. Почему бы не снять? Вот у меня там, не знаю, есть пять тысяч, почему бы не снять? Ну, ладно, это, конечно, забавно все. Но спустя время, на самом деле, вот сейчас я о том, что было, не жалею. Хоть я там до сих пор что-то кому-то должен, я все равно об этом не жалею. Потому что я приобрел море опыта тогда. Я стал намного взрослее, я стал намного умнее. И мне это помогло, на самом деле. Это просто вывело меня на новый уровень. Ну и на этом ролик, собственно, подходит к концу. Обязательно оцените это видео, поставьте лайк. Ну, хотя бы из-за того, что оно было искренним. Я мог, по сути, не рассказывать эту историю, но мне просто захотелось это сделать. Чтобы вы все понимали, чтобы вы все знали, чтобы лишних вопросов больше не возникало. Обязательно вот прямо сейчас, прямо сейчас я тебя прошу, нажми на колокольчик. Вот прямо сейчас у тебя есть две секунды, чтобы нажать на колокольчик. Это очень важно. Это очень важно, потому что многим просто не приходит уведомление о моих роликах. Ну и расскажите об этом ролике друзьям. Это тоже будет для меня огромной поддержкой. Клипы на Алисином канале я не знаю, когда выйдут. А ролики на моем канале я сейчас очень сильно стараюсь, чтобы контент реально поменялся в лучшую сторону. На этом все. С тобой был Егор. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok